Семенов Семенов проснулся, обиделся на жизнь и не пошел на работу. Нах надо, подумал Семенов, самый здоровый, что ли. Скажу, что заболел. Семенов включил телек. По телеку какой-то долдон рассказывал про полеты на Марс. Семенов поднялся с койки и посмотрелся в зеркало. Нормально, сообщил Семенов отражение. Чем я хуже других? Семенов позвонил в ЦУП. В ЦУПе ответили. Кратко и содержательно. Не туда обратился, сообразил Семенов. Надо у бобра спросить. Бобер жил этажом ниже. Дверь у него обычно была не заперта. Слышь, бобер, сказал Семенов, войдя не постучавшись. Ты не знаешь, где для полетов на Марс готовят. Бобер стоял на голове и дышал животом. Он величественно помолчал и произнес. В Бангоке. Почему в Бангоке? Удивился Семенов. В Тибете нельзя. Его китайские войска оккупировали. Бобер изогнулся, как змей кундалини. Запретная зона. А-а-а, сказал Семенов. И вернулся домой. Не с того начинаю. Семенов гордо поднял подбородок. Там уже подготовленных берут. Надо самостоятельно тренироваться. Семенов походил по комнате. Затем стал бегать и подпрыгивать. На 159-й попытке Семенову показалось, что он завис возле люстры. «Это хорошо!» – успокоился Семенов. Курочка, как говорится, по зернышку. Так к невесомости привыкнул. «Надо бы пожрать!» Семенов сварил овсянку, выдавил из тюбика зубную пасту. И шприцом загнал кашу в тюбик. Семенов позволил себе слабинку. Заварил крепкий кофе и закусил кашей из тюбика. Овсянка имела очевидный ментоловый привкус. «А кому сейчас легко?» – смирился Семенов. «Страна переживает трудные времена». После обеда прыгалась не так бойко. В невесомости Семенову зависнуть не удалось. Семенов позвонил подруге. Подруга сказала «мяу». «Нах надо!» – передумал Семенов. «К воздержанию надо привыкать. Однако следует завершить земные дела». Семенов сел за стол и от руки написал заявление. «В связи с подготовкой к полету на Марс прошу уволить меня по собственному желанию». «Почту я отправлю!» – не стал миндальничать Семенов. «Некогда мне теперь туда-сюда разъезжать». Семенов оделся и пошел на почту. На лавочке возле подъезда сидел пучерявый Джо. Семенов сидел рядом. «На Марс улетаю. Может, и не свидимся никогда». Пучерявый Джо вскликнул, снял ботинок, почесал грязную пятку и на путь стволов. Пребывая в безвоздушном пространстве, друг должен помнить, что переменчивость сознания не есть возврат истоком и не может служить предикатом. Дай Чирик выпить охотно. «На!» – Семенов достал из кошелька косарь и вручил пучерявому. «Мне теперь деньги ни к чему». Мимо в одних трусах пробежал бобер. «Йок!» Порадовался за друга Семенов и плюнул на снег. Остаток дня Семенов иступленно скакал по комнате, взлетая и впадая. К ночи Семенов взмыл над шкафом и смахнул тапком пыль. «Грязновато все же у меня!» Непонятно перед кем извинился Семенов. Перед сном Семенову привиделась зеленая цацца. Семенов громко пукнул, цацка исчезла, Семенов уснул. Утром Семенова охватила панику. «Я же марсианского языка не знаю!» «Не отберут меня в полет!» Семенов лихорадочно поискал по квартире словарь. Словаря не было. «Иконку с собой возьму!» «Решил Семенов!» «Иконка она в любом деле поможет!» Семенов посмотрел правый угол. Иконки в квартире тоже не было. Семенов сел на табурет и задумался. В дверь позвонили. Семенов открыл. На пороге стоял Кучерявый Джо. «Как хорошо, что ты еще не улетел!» сказал Кучерявый. «Передашь гостиниц!» Он протянул Семенову учебник геометрии. «Зачем?» спросил Семенов. «Я все равно пропью!» сказал Кучерявый. «А им может пригодиться!» «Не боись!» твердо решил Семенов. «Не боись!» твердо обещал Семенов. «Не боись!» твердо обещал Семенов. «Передам!» «Зуб даю!» «Подготовлю вещи первой необходимости!» спохватился Семенов. Отыскал в шкафу чистую тряпицу и завернул в нее хозяйственное мыло иголку с нитой и алюминиевую кружку привезенную из пешего похода по берегам Байкала. Сменные носки брать не буду. Ракета возможно страдает перегружкой. Семенов походил по комнате. Прыгать сегодня не хотелось. Что-то не так продолжал нервничать Семенов. Чего-то не хватает в моем страстном стремлении через тернии к звездам. Семенов посмотрел на настенные часы. Стрелка часов показалась Семенову слишком прямой. Семенов взял плоскогубцы и загнул стрелку как турецкий ятаган. вот вот так лучше удовлетворился Семенов. Интересно к луне будем подлетать. Семенов выглянул в окно. Бобер висел на турнике изображая распускающийся лотос. Ау люди крикнул Семенов на весь город я улетаю на марш. С улицы ответили матерно и неприветливо. Пряму ванну вздохнул Семенов надо помыться перед дальней дорогой. Проходя в ванную Семенов споткнулся о рукоятку мотора довоенного автомобиля. Случайно найденную на свалке. Лежа в мыльной ванне Семенов неожиданно стало тоскливо. Ведь не вернусь взгрустнул Семенов не увижу больше родных лица. Семенов нырнул под воду и побыл немного ихтиандром. Семенов вытерся полотенцем высморкался от души вытянулся по стойке смирно и торжественно поклялся. Вступая в ряды первопроходцев далеких миров обещаю мужественно преодолевать все возникающие препятствия без страха и стыда сносить все невзгоды и лишения. Семенов хотел добавить еще что-нибудь значительное, но других слов не нашлось. Семенов вышел в центр комнаты, повестно поклонился телевизору, воткнул рукоятку от мотора в жопу и наконец-то почувствовал себя космонавтом. отец 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 Продолжение следует...